Здравствуйте! В студии Аврора Медиа Ирина Луцковская и Дмитрий Ноженко. Здравствуйте! По сути, эти предприятия подменили собой власть. Рыба не останется. То есть ресурс, мюзик, ничто. Все эти затраты бюджета Российской Федерации в миллиарды начисления, они тоже являются пустыми. Сегодня с нами работает главный редактор издания «Наш регион Дальний Восток» Александр Матвеев. Александр, приветствуем тебя! Добрый день! Саша, в первой части, да, у нас действительно был такой, на самом деле, очень емкий, благодаря тебе, и спасибо тебе огромное, очень емкий диалог, и он был настолько огромный, что, наверное, нужно его обобщить. И обобщить, может быть, даже не с точки зрения того, что мы говорили про адвокатов, шаманов и всего остального, а обобщить с точки зрения сухих отраслевых выводов, которые ты сделал, когда в отрасль погрузился. Это первый блок. Я прошу тебя это сделать, чтобы это было понятно всей аудитории и лицам, принимающим решения. Второй блок. Ты можешь вот в самом черном режиме сформулировать, как будет развиваться ситуация, если кардинально сейчас нет принять никаких эффективных мер к выходу из проблемной ситуации? Ну, давай сначала о черных красках, так сказать, да, мне кажется, так будет логичнее. Если ситуация в ближайшее время не изменится, я думаю, итог будет очень печальный. Рыба не останется. То есть ресурс будет ничтожен. Фактически так. Теперь в режиме БЛИЦ развалятся, например, транспортные компании, которые осуществляют транспортировку ресурсов, так? Ну, конечно, инфраструктура пострадает так же. Лишаться рабочих мест работники предприятий, которые, ну, банально занимаются там ловом, вскрытием, заморозкой, соленьями и всего остального. Безусловно. Лишаться рабочих мест те, кто продают в банках закатанном, там, в раскатанном виде икру и рыбу. Конечно. Потом, ведь это же еще, наверное, и бухгалтера, которые там делают сводные отчеты в предприятиях, которые осуществляют лов. Бизнес пострадает во всей своей многогранности. То есть и прямой бизнес, то есть, грубо говоря, прямо погруженный в эту отрасль, и инфраструктурный бизнес, это точно так и говорит. Есть транспортные компании, торговые сети и так далее и тому подобное. Но, допустим, если у торговых сетей, к примеру, есть возможность еще как-то выскочить за счет диверсификации, безусловно, как и транспортным компаниям, то есть еще будет, вернее, точнее, будет еще одна пострадавшая сторона. Я вам больше скажу, когда опять-таки мы делали эти расследования, мы обзванивали поселки, примыкающие к Амуру в том же самом Лимане, в Николаевском районе, если точнее. И вот в этих поселках просто удивительные какие-то вещи происходят, грубо говоря. Живет поселке 160 человек. Из этих 160 человек 20 работают непосредственно на заездке. Что такое 20 человек для 160? Это можно сказать практически весь поселок. То есть, если умножаем на 4, на 4 даже. Плюс ко всему остальные люди это бюджетники, которые также зависят от этого. Я имею в виду школы, детские сады и так далее. Это один момент. Второй момент. Как только мы разговаривали с главами этих поселений и задаешь вопрос, а вот если эти предприятия у вас исчезнут, что будет? Это просто реакция паническая. А мы не знаем. Это по сути говоря речь идет о смерти этого поселка. То есть, работы нет. Соответственно, нет никаких социальных каких-то программ. По сути, если этих предприятий там не станет, даже страшно представить, что это будет. Черные краски по-моему точно черными оказались. На самом деле, я экспресс хочу чуть-чуть поднять на уровень уже третьего этажа. То есть, первый, второй ты очертил. А вот если посмотреть на это с точки зрения именно экономики, как макроэкономики. Ну, с учетом того, что ты экономический обозреватель по многим позициям и глубокий экономический обозреватель, я этот вопрос задаю в правильный адрес. Скажи, пожалуйста, Минвосток Развития, полпредпрезидента вкладывают огромные усилия на то, чтобы запустить территорию приезжающего развития, построить инфраструктуру. То есть, выделены миллиарды на трафик энергетических носителей, сети. Ну, и другие составляющие вот этих больших строек, которые вот мы часто вспоминаем в советское время, начали строиться на Дальнем Востоке. А вот падение рыбной отрасли и эти процессы, они связаны между собой? Здесь есть черные краски в прямой какой-то корреляции? Конечно. Тем более, ряд компаний, несколько компаний, по крайней мере, крупных, рыбокромышленных, они являются резидентами как раз ТОРов. И, безусловно, вся эта история отражается на их конкурентоспособности, их продукции в том числе, отражается на вообще жизнедеятельности этих предприятий. Конечно, негативного. Я правильно понимаю? То есть, если нет ресурса, то этот ресурс не надо перерабатывать. Если его, ну, его нечего перерабатывать. Если нечего перерабатывать, тогда, грубо говоря, мегаватты там электричества, теплогигабайты там, я не знаю, гигакалории тепла, они идут в никуда. То есть, они будут отапливать пустыню фигуральным урожаясь? И, соответственно, все эти затраты бюджета Российской Федерации в миллиардовом исчислении, они тоже являются пустыми и являются, ну, безумием, да, наверное, в этом театре абсурда, если отрасль упадет. Конечно. Но самое интересное, вот мы сейчас, да, говорим, сгущаем мы краски. Я вот можно? Я не сгущаю краски. Тогда еще один маленький вопрос, он уже будет не таким массивным. А вот с точки зрения макроэкономики, в бюджет, с площадки рыбной, ну, отрасли рыба и белоресурсы вваливается большое количество поступлений. То есть, правильно ли я понимаю, я не являюсь экспертом, ты в этом плане, наверное, более экспертен, чем я. Правильно ли я понимаю, что, грубо говоря, в брусчатке, в электрификации, в возможности, там, реконструировать дороги, если эта отрасль не будет работать, попадет на 2, 3, 10 рублей меньше. И, соответственно, мы не только, это не только плоскость стола и холодильника, но это плоскость и дорожного покрытия, да, плоскость, там, финансирования, деятельности муниципалитетов. Абсолютно верно. Я больше скажу, когда мы посмотрели просто на вскидку, мы не брали принципиально какую-то одну компанию, мы взяли несколько компаний, посмотрели на их налоговую отдачу, вот совершенно, кстати, был правильный задан вопрос. Вот как минимум, как минимум мы увидели суммы ежегодных платежей, я имею в виду налоговых, в 40-50 миллионов рублей, это минимум. И что интересно, в частности, в этих деньгах довольно большой процент, довольно большая процентовка, ну, относительно, конечно, большая, составлял земельный налог, который, кстати говоря, идет в муниципальные бюджеты, то есть в бюджеты вот этих поселений. Мы все прекрасно понимаем, насколько скудные эти бюджеты. И когда поступления только от земельного налога составляют, допустим, 5-6 миллионов рублей в бюджет поселка, сами понимаете, для них это грандиозные, собственно, деньги. Это только к вопросу о дорогах, вопросу о каких-то ремонтах и так далее и тому подобное. А водокачки и прочее. Кстати говоря, еще один аспект. Это когда мы говорим о рыбной утрасли, да, и когда говорим о деньгах в целом, тут немножко, опять же, у нас есть некое лукавство, да, потому что это чистые деньги. Это чистые деньги. Я могу сказать, что практически все крупные рыбопромышленные компании, которые работают внизу Аехамура, они обеспечивают свои поселки самым главным для нас на Дальнем Востоке, это топливом. То есть фактически вот та вся история с северным завозом, да, и так далее, берут на себя именно рыбопромышленные компании. Причем берут бесплатно. То есть они не продают это за какие-то умеренные деньги, они не продают это за какой-то там устремленный чек, условно говоря, да, они бесплатно привозят туда топливо. Скажу больше. Есть поселки там же, которые находятся на противоположном, от Николаевска на Амуре берегу. Ну, так уж получилось. Увы, на всем экономим, и региональная дума, власть на всем экономим, денег становится меньше. То есть курсирует только пассажирское судно между Николаевском и вот этими поселками. Грузового судна нет. В итоге грузовые судна обеспечивают его вот эту деятельность именно рыбаки. То есть самые обычные вещи, начиная там, я не знаю, от стирального порошка, спичек, соли и так далее, они получают только за счет того, что есть вот это судно. Не будет его, фактически власти придется, ну, понятно, что не бросит никто этот поселок, умирает, но придется искать это судно, придется заключать с кем-то какой-то договор, соответственно, проводить конкурс, соответственно, как-то решать эту проблему. Это все время, деньги и так далее. И опять-таки все ляжет бременем на тот же самый региональный бюджет. Здесь это делают рыбаки за свои деньги. Давай еще побудем немножко на третьем этаже. И вот Ира когда-то подняла гениальный вопрос, который, наверное, красной нитью проходит через все, что мы обсуждаем. Ну, то, что мы обсуждаем с серьезным подходом. Она сказала, что мы обсуждаем вопросы, которые, если не будут решены, будут причиной пополнения городов-миллионников Москвы и Санкт-Петербурга населением с Дальнего Востока и в частности с Хабаровского края. То есть, если мы с тобой на третьем этаже макроэкономики сейчас обсуждаем этот вопрос, то есть обвалилась социалка в регионе, нет экономики, нет поступлений в местные бюджеты с точки зрения того, что не платится земельный налог, потому что свалилась история в показателе нули. Соответственно, нет возможности осуществлять промысел, хоть какой-либо промысел, не то, что уже там традиционный, да. И, соответственно, вся эта наша региональная, не центрального расположения Хабаровск, Комсомольск, армия в хорошем смысле слова вынуждена приехать сюда с семьями, с чемоданами и тому подобное. А может быть, уехать, приехать сюда, чтобы просто сесть на самолет и улететь куда-то в более теплые регионы, Краснодар и тому подобное. То есть в этом третьем этаже есть еще и прямая социальная корреляция, да? Она даже двойная. Ну, во-первых, те люди, которые как бы уедут, они безусловно уедут. Мы все прекрасно понимаем, что когда нет работы, в первую очередь работу, да, едут туда, где жить теплее, проще, дешевле и так далее. Это как раз тот самый случай. Краснодар, Ставрополье, Анапа и так далее и тому подобное. Это как бы один момент. Но есть люди, которые не уедут. Эти люди просто возьмут те же самые лодки, те же самые сетки и пойдут заниматься типичным браконецким выловом. И, знаете, вот у меня человек, который достаточно послушный, язык не повернется осудить этих людей, потому что если у тебя нет работы, а дома у тебя сидят жена и дети, и ты обязан, мужчина, как глава семьи, обеспечить их, как минимум, едой и деньгами, ты все равно возьмешь эту сетку, эту лодку и пойдешь рыбачить. Да, более того, ты будешь рисковать, что в итоге сядешь, и твоя жена на последние деньги будет носить тебе передачи, но факт остается фактом. То есть вот как бы существует даже две проблемы. Первая, она чистой воды, демографическая, да. Вторая, она и правовая, и социальная, и какое угодно. И опять-таки, опять-таки, все это будет дополнительно приводить к тому, что вот эти вот люди, которые вынуждены стали браконьерами, они станут добивать остатки ресурсов. Вот еще будет все равно. Мы тебе говорим спасибо, как идеолога. Большое спасибо. В студии Апроро-Медиа были Ирина Луцковская и Дмитрий Ноженко. Удачи, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!